Сергей Череватый присоединяется к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей, ну вот серьезные удары нанесли украинские силы обороны за последние сутки. Известно, что сбиты четыре самолета. Окупационная армия начала больше использовать свою авиацию после событий в Харьковской области. Так ли это, как пишут об этом в интернете паблике тех, кто является фанатом российской пропаганды? Я бы сказал, что это не российская армия чаще начала использовать авиацию. А наши бойцы, которые используют переносные зенитно-ракетные комплексы, становятся все более и более опытными и все более и более снайперски уничтожают их авиацию. И оно уже приближается к позорным 500 единицам летятельных аппаратов. И это невидимые потери, наверное, со времен Второй мировой войны. Сергей, вот сейчас мы показываем кадры сбития самолетов, которые произошли вчера. Это, насколько известно, министр обороны Резников заявлял, что произошло все в Харьковской области. Так ли это? Да, это 90-фая бригада, и мастерски сбила два самолета. Я думаю, что выставили новую планку для бойцов, которые используют переносные зенитно-ракетные комплексы. И показав просто уникальный мастер-класс для всех. А скажите, пожалуйста, сколько в целом сейчас за неделю украинские силы обороны способны уничтожить авиационные техники России? Ну, тут нельзя так линейно подходить, потому что в зависимости, сколько вылетов будет россиян, в зависимости, какие позиции в это время будут занимать наши бойцы. Но если так анализировать саму тему, то с самого начала вторжения российская армия думала о полном превосходстве в воздухе, и она должна была бы господствовать в нашем воздушном пространстве. Как вы видите, вышла точность туда наоборот. Они думали, что они положат наши стационарные ПВО, то есть большие зенитные ракетные комплексы типа С-300, БУК. Этого не произошло, потому что вовремя мы их рассредоточили, спрятали от них. Они думали, что они уничтожат аэродромы и нашу авиацию. Этого тоже не произошло. Наша истребительная авиация до того эффективная, что народ уже сложил целую легенду про призрака Киева, которая до сих пор уже, скажем, как собирательный образ наших героев-пилотов. И также мы используем как советскую технику типа стрела переносную, так и переносные зенитные ракетные комплексы типа Стингер, или типа польский прекрасный тоже комплекс Перун, который наши бойцы освоили. И вы видели, как они их решительно и эффективно используют. Да, вот, собственно, сейчас и транслируем эти кадры. Это падение этих самолетов и работа, отличная работа, ювелирная работа вооруженных сил Украины. Да, тоже может быть новый мем. Знаете, что человек может вечно смотреть на текущую воду, горящий огонь и падающие русские самолеты. А пилоты катапультировались? Может быть, их удалось взять в плен? Ну, эта информация уточняется. Сергей, скажите, пожалуйста, в Генштабе также уточняют, что были сбиты кроме самолетов и беспилотники. В частности, мы понимаем, что среди сбитых дронов есть иранские, которыми сейчас атакуют Одессу и в целом юг страны. Замечены ли эти беспилотники уже на востоке Украины? Да, их сбивали над Днепром уже. И эти беспилотники, они подают, российская пропаганда, она все подает, как какая-то, знаете, как у Гитлера была вундерваффе, чудо-оружие. И они подают какие-то уже смешные вещи, типа иранских беспилотников, какое-то сверхдостижение. На самом деле, это плохая реплика с американских и израильских, которых им удалось подобрать после сбития. И он, например, имеет такой недостаток, он очень шумный, его издалека определяют по двигателю, который слышно за многие километры. Поэтому наши ПВО очень такие, знаете, ребята смекалистые. То, что я вижу и знаю, что они уже работают над методиками, как подобраться побыстрее и убирать эту угрозу, в том числе иранских беспилотников валеных. Если поговорить еще детальнее сейчас о ситуации на фронте, в сводке Генштаба говорится, что россияне сейчас обстреливают из танков и минометов Коровий Яр. Это населенный пункт к северу от Лимана. Расскажите, пожалуйста, в целом, какие населенные пункты сейчас являются, возможно, приоритетными для российской армии? Ну, после позорного поражения на Харьковском направлении они попытались некоторые боевоспособные свои части перекинуть на Луганское и Донецкое направления. Наиболее агрессивными остаются в плане того, что они пытаются там штурмовать и действовать. Это Бахмут-Солидар, это Бахмутское направление, Авдеевское направление. Тем не менее, благодаря мужеству, героизму, слаженности действий наших подразделений им не удается пройти это. У них есть какой-то еще, знаете, такой психологический барьер после этого поражения Харьковского. Они пытались хотя бы Бахмут хватить, но наши бойцы стоят и не дают им этого сделать. Командования штабы работают над тем, чтобы и в будущем у них было много неприятных сюрпризов. Сергей, а можете уточнить, против кого сейчас приходится воевать именно на восточном направлении? Много ли прибывших в Луганскую и Донецкую областей из тех же тюрем российских? Или, возможно, это в основном мобилизированные из так называемых ЛДНР? Ну, показала практика, что есть и были случаи использования в этом же ЧВК «Вагнер» переемщиков. Насколько мы предварительно можем анализировать, не очень эффективный этот материал. Конечно, первое, что под рукой у них, потому что в России это же надо еще собрать. И эти региональные батальоны, не очень у них получилось мобилизовать, обучить и сладить эти подразделения. Потому что первые, кто под рукой, это так называемые ЛНР, ДНР, конечно, которых мобилизируют. Сейчас на секунду пропала у нас связь. Восстанавливаем связь. Говорим со спикером восточной группировки войск вооруженных сил Украины. Сергей Череватый говорит о ситуации на востоке Украины, в частности, о том, против кого украинским силам об обороне приходится воевать. Да, Сергей, восстановили связь. Какого им подгребсти, это, конечно, провести максимальные мобилизационные мероприятия в так называемых технических республиках ЛНР, ДНР, где гребли всех подряд с любыми противопоказаниями по здоровью, отменили все раньше, которые были льготы или лимиты, когда они не брали из предприятий определенных металлургических и других сложных производств. Они это все отменили, потому что не хватает катастрофически личного состава, и это их проблема номер один. Вторая проблема, что после серии поражений, особенно после Харькова, они очень много техники оставили. Да, Сергей, я как раз о потерях и о том, как тяжело сейчас на линии фронта рассказывают оккупанты своим родственникам в телефонных разговорах. Давайте вместе с вами послушаем один из таких разговоров, которые удалось перехватить к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Сегодня с водителем разговаривали, он говорит, ну у Васи там более-менее должно быть, самое, говорит, основное, говорит, что уже было. Не знаю себе, более-менее ничего на городе не было, вон, говорит, какой-то более-менее. Нам заставляют это все, что мы, все обратно завоевать. А как ты завоеваешь, народу нет? Всех положили. Они обосрались, генерал, а теперь, говорит, Путин требует обратно вернуть. А как ты обратно вернешься? У тебя, блядь, нет, он личного состава. Ну, все отказники, где-то отказников, знаешь, кто-то, никто не хочет этим знать. Сейчас у нас новый командир, мы контужем, после лечения контузива. Я не знаю, что бы, а то это сбойно. Но, нахер, понятно. Слава, не поменялся. Слава, не поменялся. Слава, не поменялся, я бы служил бы, командованием, вот так вот, в России ничего нет. Улукопов какие-то и силы, я тоже синий, но нет, капец. Здесь это, блядь, ну, не постижим, а просто мы смеемся. По количеству этих звуков пи становится понятно, что ситуация далеко не простая. Вот настроение, по-видимому, не боевое. Согласны, Сергей? Абсолютно. Я вам скажу так, у меня была такая возможность, чтобы как раз я работал в подразделениях, те, которые находятся на, в самых наших таких точках, где мы сейчас отбили наши города, в Купинск в том числе. Я видел настроение наших ребят, наших командиров, начальников штабов, командиров батальонов, бойцов, разведчиков, пехоты. И я скажу, что я очень понимаю этого бойца, который разговаривает с своими родными. Я бы ни за что в мире не захотел оказаться по ту сторону от наших бойцов. Это сейчас просто Железная гвардия. И после тех зверств, которые они увидели на территории и Карьковской области, мотивация там еще круче. И они очень злые по-боевому. Они настроены на победу. Они знают свою цель. Они знают, за что они борются. Что абсолютно не присуще нашему врагу. Они не знают, за что они борются. Эти эфемерные цели про какую-то империю, про какие-то это. Они до них далекие. Они там прокачаны были слегка. Но они не пропустили это через себя и не прочувствовали, в отличие от наших бойцов. Которые, несмотря на то, что, конечно, война это потери, война это боль, кровь. Но они мега мужественные. Они невероятно мотивированные. И это, наверное, лучшие. И на сегодняшний день имеет лучшая армия мира. Абсолютно с вами согласны. Сергей, вот хочется еще спросить у вас по поводу этих российских военных и брошенных из так называемых ЛДНР. Жители, в том числе и Харьковской области, говорят, что во время отступления и контрнаступления вооруженных сил Украины российская армия бежала на велосипедах и даже часто не сообщала своим этим побратимам из так называемых ЛДНР. Говорят, что эти люди были в панике и им ничего не оставалось, кроме как переодеться в гражданскую одежду и, возможно, как-то потеряться в этой среде населения. Скажите, как много может быть таких потеряшек сейчас в Харьковской области? У нас есть специально обученные люди, которых этих потеряшек ищут. Почему мы всегда и предупреждаем, что не заезжайте в города после деоккупации. Там идут процессы стабилизации, разминирования, поиски так называемых потеряшек, как вы сказали. Будет у них новое теперь имя. И наши спецы из наших правоохранительных, специальных органов уже хорошо знают, как их находить и что с ними делать. Тут еще главную тенденцию вы обозначили, что в армии противника четко видно много линий разграничения и неуважения друг к другу. В том числе армия великороссов, это у меня ирония, они очень пренебрежительно относятся к этим недореспубликам и выходцам оттуда. И они не считают их себе заровных. И потом, если их возможно съесть, их использовать как пушечное мясо, они с удовольствием это делают и затыкают им самые такие опасные места, причем давая им минимум эпикировки и вооружения. Да, и сейчас очередное пушечное мясо кидает Путин на линию фронта. Владимир Зеленский при этом накануне сказал, что Украина гарантирует российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Их, наверное, стоит сейчас озвучить, потому что нас смотрят в России. Это цивилизованное обращение в соответствии с международными конвенциями. Второе, это то, что никто не узнает обстоятельств того, как российский солдат сдался в плен. Никто в России не узнает, что сдача в плен была добровольной. И третье, это если человек будет бояться возвращаться в Россию и не захочет обмена, то Украина предложит свой вариант. Сергей, уточните, пожалуйста, как часто в принципе россияне и мобилизованные из так называемых ЛДНР за эти семь месяцев войны сдавались в плен? И какая инструкция у украинских военных, когда они их принимают в плен? Я вам не могу сказать достоверную статистику, к сожалению, потому что это цифры специальные, которые нельзя возбучивать в открытом доступе, потому что оно влияет на много вещей. Но это явление было, да? Сдача в плен? Да, да. Да, было. Даже на меня сегодня выходили коллеги, которые говорят, что у них заграничные родственники россиян, которые сейчас мобилизированы и хотят давать сюда, они у своих родственников, которые живут в Европе, спрашивают телефоны, чтобы они хотят при возможности сдаться. Были и будут, потому что это в бойню превращается, и понятно, что не все здравомышленные люди хотят умирать. И вот я хотел сказать про отношения. Несмотря на то, как российская армия не провоцирует нас стать зверями, своими нечеловеческими поступками, и армия, и специальные органы в Буче, Ирпине, в Изюме, наши солдаты ведут себя цивилизованно, и наши солдаты ведут себя в соответствии со всеми конвенциями, и никто не позволяет себе ни гуманного, ни человеческого отношения к плену. Поэтому президент все правильно озвучил. То, что там сказано, оно как и придерживалось, так и будет придерживаться. То есть тот, кто хочет перейти на сторону добра, у него есть какой-то шанс, и они могут это делать, и они спасут свою совесть, и спасут человеческие жизни, и, наверное, свою в первую очередь. Да, наверное, надо резюмировать. Не бойтесь сдаваться в плен. Сергей Чреватый, спасибо вам большое за ваши комментарии. Сергей Чреватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, был с нами в прямом эфире «Фридема».